вкусный завтрак на быструю руку и что же это за завтрак блины вы искаете блины нужно сметана молоко яйца да нет сегодня будут блины без яиц без молока и без сметаны мне понадобится стакан муки граненый стакан муки чуть-чуть соли соль даже еще меньше можно взять чуть-чуть соли соды соды вот столичка и без ложечка небольшая как бы половина вот этой ложечки и десертная ложечка сахара можно столовую ложку мне достаточно десертной ложки без горки все перемешаю затем мне понадобится вода вода должна быть сильно газованная газиры газированная разумноса на украинский море если тяжело и на раз открываю свежая водичка еще загазированная вода чего зова направили два стакана ночи наливая начали один стаканчик я и вот так вот наливая немножечко что делаю размешиваю до тесто делаю такое это блинное тесто он начинает пузыриться такое красивое да желательно это все хорошенечко размешать чтобы не было комочков один стаканчик есть делаю я не очень спеша мы в то же время не очень медленно потому что даже быстрый завтрак правильно вам на чтобы не было комочков затем еще беру стаканчик водички то есть два стаканчика воды стакан муки два стаканчика воды и выливаю вы скажете я наливаю от себя я вынуждена наливать от себя иначе я не сделаю видео вы наливаете воду как положено хорошенечко хорошенечко все это размешиваю давай я все это размешала красиво да какие красивые бульки теперь мне нужно взять растительное масло необычное подсолнечное растительное масло и добавить это три-четыре ложки столовые ложки растительного масла я вливаю себе я вам сейчас все покажу я вам скажу что рецепт этот очень и очень старый но довольно неплохой такие три-четыре ложки растительного масла все и опять вымешиваю не вымешиваю а перемешиваю все тесто готово для блинов хорошо вот такое тесто получается главное чтобы не было комочков загревая сковороду и чуть-чуть добавляю растительного масла потому что вы же знаете первый блин всегда комом затем половничка наливая но красивый блинчик видите просто ажурный блинчик красота так я обжарила с одной стороны переворачивать блинчик с другой стороны ведь он тонюсенький этот блинчик вкуснейший красивейший сырный тесто сырный тесто сырный тесто не жарко осторожно апельсинь Диаметр моей сковородки где-то 25-24 сантиметра. И с этой порции, со стакана муки, получается 9 блинчиков. А если сковородочки поменьше, то получится еще больше блинчиков. Ну, с чем едят блины? Да, ради Бога, вы же сами знаете. И сладкие, допустим, с вареньем, с медом, с творожком. А еще я, допустим, я лично люблю с пащетом мясной пащет или квашеная капуста, тушеная квашеная капуста. У нас называется на Украине это завыбинцы. Я не знаю, как на российском ум это перевести. То есть ты закручиваешь эту капусту в этот блинчик, и он очень вкусный. То есть любое сочетание. Блины здесь тонкие, вкусные. Можно просто блины. Можно просто блины. Вот они вот свеженькие, когда только такое жаришь, они хрустящие. Очень вкусные. Попробуйте. Расход небольшой гребени, вы тоже потратите очень мало. А если вы не едете, такие блины попробуйте, приготовьте свежие. Все, вам самое-самое доброе. Главное, будьте здоровы. И горите. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok